Инициатива подобного проекта зародилась у его создателей, еще когда они были студентами-второкурсниками. Без навыков архивной практики молодые люди решили однажды обязательно воплотить эту важную задумку. Большая честь, что наш проект «История архивных государственных землей» получил широкую поддержку, признание наших профессиональных средств, поддержку федеральных агентств Российской Федерации, государственных блокнотных республик Абхазия. Прежде всего, хотелось бы выразить слова благодарности Российскому государственному коммунистическому университету за те знания, которые сделают возможным создание таких сборников. Первый сборник посвящен периоду установления советской власти в Абхазии и содержит 65 документов. В представленных отражается деятельность революционных партий на территории республики. Документы содержат сведения о лидерах и программах партий. Создавителями были выявлены интереснейшие записки супругов Владимира Савурну, в большей мере ее сотрудницы архива, которая с ним путешествовала по Абхазии летом 1953 года. Это один из последних документов в сборник Абхазии административное. Это потрясающие путевые заметки. Вспоминаются письма русского путешественника, как она взяла. В таком уровне это написано. Поэтому тем, кто будет читать сборник Абхазии административное, предлагаю начинать с конца. Второй сборник из 104 документов посвящен туризму и градостроительству Абхазии в 20 веке. Он содержит различные фотографии, планы, карты, чертежи, дневники поездок, информацию об автобусных и пешеходных экскурсиях. Тексты с описанием достопримечательностей городов и природных ландшафтов. Это было совершенно случайно, мне кажется, для наших студентов, но очень знаково. Оказалось, появление информации, которую, мне кажется, редкий студент, наверное, акцентировал внимание, или российский студент, оказывается, что во время военной действии полностью сгорел архив. И вот для студентов-архивистов это стало совершенно консенсом, потому что это не просто загорелось здание, а значит, историко-документальное настребие, которое было уничтожено. И когда мы слышали фразу, что оно погибло, то начинающие архивисты, еще студенты начальных курсов, недоуменно смотрели в нашу сторону, словно преподаватели. Вот Филипп Георгиевич Таратовкин был как раз в этой делегации. Как это обсуждалось, горели? Вы же на занятиях учите, что архивы не горят. Проект стал консолидацией профессионалов различных научных областей, объединением единомышленников с идеей о реконструкции архивных фондов Абхазии и пониманием необходимости развития данного направления.